За два дня до завершения фестиваля фигуры начинают приобретать свой законченный облик. Мастера прорабатывают детали. И уже завтра жюри начнет оценивать работы. Впервые за шесть лет проведения фестиваля, признаются скульпторы, погода преподносит такие сюрпризы. Снег в мае – явление не исключительное. Однако, если мастера отнеслись к непогоде с юмором, то организаторам осадки явно добавили проблем. Мы испугались. Снег с утра. Мы вот эти шатры натягиваем. Многие заметили, что накануне мы купались в Байкале, а на следующий день пошел снег. Такое было, возможно, только в Сибири. Дождь не очень нужен нам сейчас. Тем более, когда заезжать и возить в лес скульптуры, а раскисшая дорога – это сейчас большая проблема, потому что их надо как-то туда довезти, а кран туда по раскисшей дороге не идет. Поэтому сейчас другие варианты будут, как это сделать. Пока организаторы и жюри решают проблему транспортировки фигур к месту их постоянного пребывания, мастера спешат завершить работу. Скульпторы из села Богородское Лев Брюханов и Евгений Птицын представляют композицию «Апостол Петр, идущий по воде». Для нас как бы необычные, очень много деталей, которых мы прикрепляли к основному бревну. И мы с каждым фестивалем все новое и новое отсюда увозим. Если у нас своя какая-то техника резьбы в Богородском, то здесь у мастеров есть чему поучиться. Мы все смелее и смелее работаем с большими объемами. Некоторые композиции сразу же бросаются в глаза, другие же, напротив, заставляют остановиться и присмотреться внимательнее, поразмышлять. Окончательный вид скульптуры обретут к закрытию фестиваля, которое состоится в субботу, 21 мая. Победители увезут призы на родину, а в Лукоморье оставят частичку себя и своей веры. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Субтитры создавал DimaTorzok